Девочки и мальчики, привет всем! Привет! Все время надо на него посмотреть, а потом он уже поздоровается. Короче говоря, мы приехали в Винтерпарк, приехали только с одной целью покормить белочек. Потому что они здесь просто ручные. Но оказалось, здесь в Винтерпарке еще сегодня и арт-шоу. То есть всякие художники, посмотрите, картины выставляют. Сейчас немножко тут прошвырнемся, да и белочек кормят. Посмотрите, сколько здесь всяких палаток. В каждой палатке произведение искусства. Посмотрите, все заставлено этими палатками и уже заканчивается, в принципе, все. И мы с Винсентом приехали сюда и знать не знали, что выставка художественной самодеятельности здесь. Видите, и ни машин, ничего здесь не ездить сейчас. В Винтерпарк просто не узнать. Все в палатках. Посмотрите, вот сколько здесь всего. Видите, здесь рисунки на камне. А здесь вообще что-то, какие-то фигурки интересные. Смотрите, из глины, я так понимаю. Здесь не знаю, что. Человечки. Посмотрите, какие человечки здесь интересные. Я, кстати, в Диланде их видела, этих человечков. Да. Много всяких чудес. Здесь палатка уже закрыта. Видимо, завтра будет продолжение. Здесь было золото, но уже все убрали. Вот, очень много всяких картин. Винсент, ты хочешь купить одну фотографию? Одну фотографию? Только одну? Да. Видите, какие фрукты здесь. Вишни. Игруши. Обалденные, стеклянные. Я не знаю, это открывается. Нет, не открывается. Обалдеть. Вообще красота. Вообще красота. Вот это, видишь, смотрите, моя рука. Вообще классно. Да, по-моему, белочки здесь все уже разбежались. Здесь только палаток всяких, что... Думаю, что теперь они, наверное, спрятались все. Да, белочек нам не видать, как собственных ушей. Посмотрите, здесь все, все в палатках. Ни одной белочки. Обычно здесь очень их много, они прям подбегают. Но я показывала на видео, вы видели, да? То сейчас, конечно, это жесть. Очень красивые картины. Посмотрите на этого леопарда. Да, девочки и мальчики, белочки нам сегодня не светят. Народу полно, палаток полно. Но природа сегодня убежала в лес, как говорится. Жалко. Я так расстроена. Она специально поехала сюда, взяла батон с собой, чтобы их покормить. Потому что они, конечно, здесь просто гурьбой на тебя обегут, когда ты что-то им даешь. А сегодня здесь вот так вот грустно. Это очень грустно. Какие-то говорят, что белочки убежали. Говорят, белочки убежали. Народу немыслимое число просто, я вам хочу сказать. Немыслимое количество. Просто везде народ абсолютно. В ресторанах толкучка невероятная. Ну, конечно, целый день, если выставка, и артисты проголодались, и посетители проголодались. Ну, в общем, честно говоря, я не люблю эти толкучки все. И если бы я знала, конечно, что сегодня вот такая выставка, я бы, наверное, сюда, конечно, не поехала. Но у нас выставок достаточно в Диленде. Ну, раз мы приехали, вот мы с Винсентом идем в ресторан. Я не могу кушать ничего. У меня сегодня по диете фрукты, поэтому я закажу какие-то фрукты. А Винсент у меня будет есть бутерброд, сэндвич с кровью. Смотрите, сегодня настолько нет машин, что в ресторанах прямо на улице, прямо на проезжей части устанавливают столики. Видите, просто вот даже до середины полосы. И люди сидят, кушают на проезжей части. Так как мест нет. В ресторане настолько людей. Мы с Винсентом пришли в ресторан, вот там в печке готовят флакбред. Очень вкусный, очень вкусный флакбред. Народу куча целая вообще. Народу просто огромное количество. Такого в ресторанах не бывает. А в основном бывает только тогда, когда вот какие-то фестивали. Вот так вот мы сидим. Винсент пиво пьет, а я водичку с тимоном. Заказала тебе фруктовый салат. Отчитывай скорее. Ну вот у Винсента у нас бутербродик. What is that? Oh My God? Oh My God Burger. Омг. Красивый салат. Красивый салат. Очень красивый. Ммм. Очень красивый. Сочный. Вау. И у меня, посмотрите, что у меня. Малинка. Черная, значит, ягодка. И черника. Хотя бы как черешня. Это вот моя еда. Это Винсент пиво. Не очень вкусный. French fries. Ой, в капли. Малинка. Малинка. Попробуй мне. Попробуй. Попробуй. Ресторанчик называется он Boka. Kitchen Bar and Market. Baby, how was your sandwich? Very good. It's always good here. Да, очень вкусно. Он говорит, всегда здесь очень вкусно. Вы видите, на велосипеде семья. Oh man, I like her. Ну что? Попробуем найти белочек. Вы просто не представляете. Мы прошли полный парк. Весь парк. Ни одной белки. Вообще нигде. Ни на дереве. То есть ни на столбах. Ни на стволах. Ни на траве. Вообще нигде. Они настолько сейчас напуганы, видимо, что убежали все. Винсент, я говорю, что это не только одна белочка. Нет белочка. Не только одна. Они собрали свои орехи и убежали. Говорит. Собрали свои орехи и убежали. Ну, в общем, не повезло нам сегодня. Не повезло. Приехали, блин, бутерброд съесть. Пицца. Оу. Пицца. Пицца. Оу. Менькое. Вот их много, посмотрите, у дерева Но эти какие-то трусливые Винцент пошел кормить Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Делаю Open House Дом, который я вам уже показывала В принципе И делаю видео так Поболтать с вами И покажу, конечно, сейчас свой аутфет ДимаTorzok Ну что, девочки и мальчики, давайте поболтаем У меня есть вопрос такой, который мне задают очень часто И я на него в принципе уже отвечала Но отвечу еще раз У меня был такой вопрос Наташа, как ты стала риэлтором? Как стать риэлтором в Америке? Трудно ли это? И все такое Ну, в общем-то, я сейчас отвечу на этот вопрос Так как я могу И если я что-то забуду Вы у меня спросите под видео Во-первых, для того, чтобы стать риэлтором Нужно, наверное, желание быть риэлтором Или нужно работать там, где вам говорят Тебе нужен лайсенс Например, я работала в Таймшер И сначала я начинала в Таймшер И там не нужен был лайсенс Как бы был на выбор Хотите, работайте с лицензией Лайсенс – это лицензия Хотите, работайте без лицензии Без лицензии вы будете получать зарплату С лицензией вы будете получать комиссионные Я проработала год, наверное, в Таймшер И решила, что я теряю очень много денег Так как я была очень хорошим продавцом В общем-то, я теряла Наверное, получала я, допустим, 30 тысяч в год А могла бы получать 100 тысяч в год Да, у меня вот такие были продажи Ну и, в общем-то, страшновато было переходить на лицензию Потому что все равно зарплата – это, значит, тебе дают страховку и все такое А когда ты на лицензии, ты получаешь только комиссионный Продаж получишь, не продаж – не получишь И страховка у тебя будет уже своя И, короче говоря, что произошло Я стала риелтором Как я получила эту лицензию Для того, чтобы получить лицензию в вашем штате Вам нужно найти, во-первых, школу Там, где учат на риелторов Замечу то, что в каждом штате Своя лицензия Если я сейчас работаю во Флориде риелтором И если я перееду в другой штат В любой То мне нужно будет все заново Перезадавать, идти в школу И получать лицензию этого штата То есть у меня лицензия только по Флориде Я могу продать дом в любом месте В Флориде Ну, конечно, в Майами Допустим, я могу продать Но мне очень далеко туда ехать Поэтому, в принципе, это невозможно для меня Хотя, кто знает Вот Я нашла школу риелторов И мне посоветовали ее Сказали, что, в принципе, это очень легкая школа Чем? Потому что учитель этой школы Называется она Climber Climber Real Estate School Climber – это, значит, фамилия учителя Этот учитель очень оригинальный То есть он один, наверное, на всем белом свете То есть он учит вас шутками-прибалутками Целый класс, весь класс ты смеешься на его шутки И в результате ты понимаешь, что ты понял, в общем-то, как это все работает Я не знаю, как вам это все объяснить Но на самом деле это очень весело и забавно Вот И мы как-то все смеялись Очень было весело к нему ходить Вы можете выбрать класс Очень короткий То есть вы можете ходить с 8 утра до 5 вечера И вы пройдете этот класс, наверное, там за месяц или за 3 недели Я выбрала класс вечерний Так как я работала днем на работе На таймшер Я выбрала, по-моему, с 6 вечера до 10 вечера То есть по 3 часа всего И я проходила его 3 месяца, по-моему 3 или 4 месяца эту школу проходила Потом нужно было сдать экзамен в классе Там 100 вопросов И на 70 вопросов ты должна ответить На 70 Если ты ответил на 69, ты не прошла И, конечно, если больше 70, ты прошла И, в общем-то, в классе мы сдали экзамен Я сдала тоже его с первого раза Но, по-моему, у меня там было 72, что ли, очков Ну, в общем, еле-еле прошло Вот Не забывайте, что, естественно, все это идет на английском языке И если ваш язык не очень хороший, как был у меня То все равно очень трудно Особенно Очень трудно на экзамене Чем трудно на экзамене? Вам дается вопрос И под ним Стоит 4 ответа, которые вы должны выбрать Каждый из этих ответов Очень сильно похож на другой Даже американцы говорят, что настолько там запутаны эти ответы Что иногда не знаю, что выбрать И, в принципе, да, было на самом деле тяжело Но я вот сдала с первого раза экзамен И все, мне дали лицензию С которой я могу идти уже на государственный экзамен Ну, или не лицензию, наверное, а справку такую дали Что я прошла школу Что я прошла экзамен в классе И, в общем-то, готова сдать экзамен государственный Государственный экзамен платный Он стоил, тогда он стоил, по-моему, 30 долларов за один раз И, в принципе, вы можете проходить сколько угодно Но это уже от вас зависит, да И я, в общем-то, записалась на класс И заплатила деньги, пришла У вас проверяют абсолютно все Все карманы Вам можно только иметь с собой словарь Если вы на другом языке, да, говорите С собой словарь нужно иметь И ручку все вам выдадут, да Я взяла с собой словарь Словарь полностью проштудировали Посмотрели, нет ли там никаких записочек Или что-то еще такое Дали мне словарь И, в общем-то, я села в классе В классе, где все напичкино камерами Абсолютно все Сидят, значит, люди У каждого свой стол с компьютером Они не имеют права поворачиваться Они не имеют права перешептываться В общем-то, и еще в классе Сори И еще в классе То есть Поверх всего этого Сидит женщина посередине класса И смотрит на всех Вот так Ну, естественно, я не прошла с первого раза Не пришла со второго С третьего тоже не прошла С четвертого, по-моему Я на четвертый раз сдала экзамен Было, в общем-то, счастье Полное штаны И улыбка до ушей Я помню, прибежала домой Джерри говорит, Джерри, я сдала экзамен Вот, и как бы Вот я его сдала Джерри тогда по телефону Он такой Ой, молодец, молодец Ну, все, в общем Радости было Ну, большие штаны Но я сдала этот экзамен А сама думала Все-таки Дать лицензию на работу или нет Я все-таки боялась Начинать работать по лицензии Думаю, вот я сейчас продавала Потому что я не боялась Как бы Такой ситуации Что я не продам И не будут денег Так как у меня была зарплата А сейчас вот я начну по лицензии У меня что-нибудь поменяется в голове И я буду бояться Что я не продам И это как бы скажется На моих продажах Ну, все равно, в общем-то Где-то через неделю-две Я решила, что я Дам лицензию свою И меня перевели на Меня перевели на Комиссионные На проценты То есть То, что продал То и получил Ну, я хочу сказать Он меня не пожалел Потому что я, конечно Первый мой чек И второй и третий Вот эти первые три чека Я никогда не забуду Когда я получила за две недели Сначала, по-моему Восемь тысяч Потом получила, по-моему Шесть тысяч В общем, такие зарплаты были у меня Ну, я не про это хочу сказать Но, в принципе После того, как вы получаете лицензию Вам нужно пройти Еще один класс Сорок пять часов Для того, чтобы утвердить Я, честно говоря Не помню, для чего этот класс Но я знаю, что сорок пять часов Еще один класс нужно пройти По-моему, в течение шести месяцев Если я не ошибаюсь Опять же, это было давно Я десять лет назад все это сдавала И после этого Вы каждые два года Каждые два года Вы сдаете экзамен Вы можете идти в класс Он называется 14 часов экзамен 14 часов класс Вы сдаете или идете в класс Или вы можете сдавать по онлайн Или вы можете по книжке Каждые два года Мне компания присылает книгу В которой, значит, такой листок И вот эти вот вопросы все Ты должна отметить На какой вопрос Какой ответ правильный Каждые два года Я пересдаю этот экзамен Называется Renew License То есть обновить лайсенс И я, конечно, было у меня такое время Когда я работала в банке И я не хотела больше сдавать эти экзамены Потому что каждый раз Вы должны платить за пересдачу Обновление лайсенсов Вы должны платить, что вам прислали новый И я сколько раз пыталась Говорила Винсенту Я больше не хочу Я отказываюсь от этого А лицензии не хочу Винсент мне не давал этого сделать Он сказал Нет, ты будешь давать Старайся Ничего страшного И как я все-таки благодарна сейчас Винсенту Что он мне не дал Бросить эту лицензию Потому что я сейчас работаю риэлтором Получается у меня хорошо или нет Конечно Я сразу говорю Сейчас у меня еще не получается хорошо Я еще начинающий риэлтор Даже если отработала Там сколько? Полтора года Но у меня, конечно, не получается Так, как у риэлторов Которые работают давно И, конечно, у нас есть риэлтор Молодой парень в компании Он жил в Дилэнде, допустим, всю жизнь Его в Дилэнде вообще все знают Как только он начал продавать дома К нему начали все обращаться Потому что его просто все знают Он здесь с детства Поэтому, конечно, это тоже помогает Так как я новенькая И в Дилэнде я новенькая И в риэлторстве я новенькая Конечно, мне сейчас еще тяжеловато Но я надеюсь, что у меня Как бы потихоньку-потихоньку Но все это придет в норму И все будет хорошо Ну, в общем-то, вот я ответила вам на вопрос На этот, как стать риэлтором Вам обязательно нужно иметь грин-карту По крайней мере, грин-карту Если вы ни в каком не в статусе Вас не примут в школу Потому что в школе тоже вам нужно пройти Вам нужно пройти Вам нужно аппликейшн заполнить Там очень много вопросов Очень много вопросов На которые вы должны ответить И, значит, потом вы должны сдать Свои отпечатки пальцев Все это вы должны сдать И должны тоже по системе видеть Что вы уже здесь жили Вы, как говорится, известный человек В Америке Ну, то есть, где-то уже работали И все такое Ну, в общем-то, если у вас есть грин-карта Вас возьмут на риэлтора Вот И те, кто хотят быть риэлторами В любом штате Удачи вам И я, надеюсь, ответила на все вопросы И если я на какой-то не ответила Задайте мне его И я отвечу Ну, что, девочки и мальчики Пришла с работы Переоделась Извините, я в ночнушке Но не буду себя показывать полный рост Показываю просто как в маечке, да? Ой, как хорошо дома Покажу садик вам Потому что многие девочки у меня говорят Покажи свой сад Покажи свой сад Давно не показывала Покажу Пришла осень у нас Листики как бы падают теперь И покажу, в каком состоянии наш сад Ну, вот Как вы видите У нас очень много сейчас иголочек И всяких, значит, листиков лежит Здесь я вырвала цветок Потому что он совсем у меня Как говорится Все, как бы закончил свою жизненную деятельность Этот цветочек у меня был Как вы помните С красивыми сиреневыми цветами Ну, вот сейчас все У него остались только листики Я сейчас вот Эти листики я еще пока поддерживаю Ну, вот, в принципе Отсюда я тоже вырвала цвет И посадила вот такой вот Вот такой вот Кактус, наверное, он и называется, да? Здесь у меня тоже Я не знаю, какой-то странный Видите, под этим Не знаю, то ли его надо вырывать То ли как с ним ухаживать Я не знаю Здесь я тоже обрезала Было такое дерево с сиреневыми кустами Этими кустами Оно все высохло Вот такие были Обрезала Вот эта черепаха у меня В принципе, от этой черепахи Именно я и посадила В рыбу тот кактус И вот такой кактус у меня вырос Огромный Не представляю, как его пересадить Я понимаю, что ему мало места Здесь у черепахи Вот листики, видите, отпадают Как его пересадить Я не представляю Я даже боюсь до него Дотрагиваться Ну, здесь у меня, значит, тоже Такой куст Там у меня куст Здесь у меня, значит, вода Которую надо поменять Для птичек И от огромных Вот этих Огромного количества Дождей, видите, у меня Потемнели все горшки Надо их будет Почистить как-нибудь Здесь у меня роза Посмотрите Какого размера У меня Дерево папайи Вообще Это просто что-то С огромным стволом И теперь он Вот такой вот Высокий И там маленькие Папайки Но, наверное, они в этом году Еще не готовы вырасти Поэтому у нас Никто их не съел А может быть и съели Видите, тут Некоторые Может отвалились Может белки съели Но вот такой вот Огромный Вырос Маленький кустик Как говорится, да И Просто обалдеть Такого вот размера Я не знаю, сколько Он, наверное, метра два Может быть, даже больше Ну, наверное, да Метра два, наверное Вот Что еще Здесь у нас Ничего не изменилось Все то же самое Так, идем Сюда Знаю, что много Наверное, сейчас будете Советовать всего Мне очень нравятся Вот эти вот красные кусты Не знаю, как они называются Вот этот тоже, да Там тоже Пустой горшочек Здесь он Пустой горшочек Здесь у меня Надя Не забрала Это Надя На произведение Не знаю Что она с ним будет делать Это значит Я так понимаю Тещиный язык называется Он был у меня здесь Но отсюда я его вытащила И посадила сюда Тот цветок у меня Весь в красных цветах Он вьюн И он уже дошел у меня До дерева Я думаю, теперь он будет Обвивать это дерево У него тоже Эти красные цветы Уже Отцвели Здесь у нас Магнолия Здесь надо Вот нам Все это поджечь Есть мусор И вот там у меня Девочка была У нее были цветы Они все Очень сильно засохли Видимо Уже Ну как Сезон Сезон закончился Они были летние цветочки И в принципе Вот я их удалила И она будет зиму У нас стоять С пустыми горшками Здесь у нас Вот эти Вот видите Розовые кусты Вот там и там Они были такие Высокие Тоненькие пальмы Очень красивые Но Два года назад Или год назад По-моему Два года назад Может год назад Они были сломаны Ураганом И сейчас Вот они Видите Опять начали расти Очень много Иголок Елочных Или Ели Видите Какие иголки У нас Иголки просто Обалденно большие Вот эти вот Ели Вот это ели От которых Эти длинные иголки Меня спрашивали Наташа Покажи такую ель Откуда такие Длинные иголки Вот показываем Вот они Именно такие Я поменяла Эту Покрывашку Видите На ней Постоянно Что-то Что-то Остается Вот Надо все Убирать В общем-то Тут много Очень иголок И все Что у нас Вот видите Ветром У нас Уронила Лейку Здесь у нас Щеточка Вот это Надо В дом Убирать Чтобы Дождем Не намочило Так Ну и все В принципе Ножницы С собой Заберу Подстригала Здесь Ходила Ну вот В принципе Вот такой У меня Сегодня сад На сегодняшний день Не знаю Что это На этом дереве Какие-то Какие-то Почки Ну не почки Какие-то Бутончики Не знаю Что это Будут Цветочки Что ли Может осенние Вот Такое Ну и в принципе Наверное Все Вон белочка На чей-то Не на чей-то А на соседей Бассейн Забралась Все Девочки И мальчики Показать вам Нечего У нас Очень много Этих Елочных Иголок Они везде Просто везде 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 Вот если Посмотрите На это дерево На нем Как елочные Игрушки Висят Эти Иголки И ничего С ними Не сделаешь Никуда От них Не уберешь Никуда Их не уберешь Но вот Я слышала Что Они дают Кислоту И с помощью Этой кислоты Не растет Здесь трава Но Когда Они падают На деревья Видимо Кислота Съедает И деревья Вот это Тоже Маленькое Деревце Оно у меня Было в горшке Теперь я его сюда пересадила Не знаю Насколько оно вырастет И что это за деревце Я даже не представляю Хотя вы знаете Очень похоже На листочки дуба Но это конечно не дуб Но Очень напоминает Мне листочки дуба Вот в принципе все Девочки и мальчики Ну а это еще раз я На фоне Своего красивого сада Я все-таки Осмелюсь назвать Его красивым Потому что Мне самой Очень он нравится Конечно Осенью Он приобретает Вид Абсолютно Другой Но если вы помните Весной Когда ко мне приезжали Наташа с Сашей С Костей Как он у меня Цвел Он просто Играл красками Поэтому На следующую весну Мы опять будем Наблюдать За красочным цветением Нашего сада Все Спасибо вам большое За ваше внимание За ваше время За ваши лайки Спасибо вам большое И Я не знаю Поделитесь Какими-нибудь Видео моими Если вам нравится Видео Которые вам нравятся Поделитесь с ними Своими друзьями В принципе Это то О чем мечтает блогер Когда Его подписчики Делятся Его Видео С друзьями В соцсетях Ну и в общем-то Вот так Спасибо еще раз И Те кто спрашивает У меня Есть ли у меня Инстаграм Да у меня есть Инстаграм NatQuick Или Наталья Фалкона Вы меня найдете В принципе То же самое Вот И Я заканчиваю Свой влог В этот раз Будем продолжать Дальше Посмотрим Что нас ждет На этой неделе А вам всем Хорошей недели Не трудитесь Очень тяжело Или Как говорят Don't work too hard В Америке То есть Не работайте Слишком тяжело Take it easy Спасибо за просмотрю